В данном видео я расскажу о маликерном Санте, который также известен как SCP-1933. Вы узнаете о его биологии, условиях содержания, питании и опасностях, которые поджидают тех, кто войдет с ним в контакт. Друзья, этим роликом я не только хочу познакомить вас с новогодним объектом фонда, но и напомнить, что у меня на канале есть жуткая история про SCP-4666, про йольского старика. Если вы не боитесь действительно страшных объектов, милости прошу. Ссылочка будет в описании. Куда это он смотрит? А вы когда-нибудь задумывались о том, что было бы, если бы главный герой фильма Плохой Санта оказался бы аномальным объектом? Ну так вот, сейчас вам представится такая возможность. SCP-1933, так же как и герой указанного фильма, является похотливым пьянчугой, который постоянно находится в состоянии алкогольной интоксикации от умеренной до сильной степени тяжести. Внешне он представляет собой сильно помятого белого мужчину, который плевать хотел на собственную гигиену. Оно и понятно. Ликерный Санта не имел определенного места жительства. Он бродяжничал и занимался попрошайничеством. Кроватью ему были заброшенные дома или коробки прямиком на улице. Не гнушался 1933 воровством. Но в отличие от героя фильма, он не вскрывал сейфа, довольствовался мелкими кражами. Нужны деньги на ремонт саней? Так точно. Казалось бы, а что такого необычного в этом персонаже? На деле же ликерный Санта имел одну удивительную особенность. Его телесные жидкости, кровь, моча, желудочный сок, внутриклеточный и межклеточные жидкости, а также все остальное. Полностью идентично по составу с алкогольным напитком под названием Irish Cream или ирландские сливки. Из себя он представляет сливочный ликер, сделанный на основе ирландского виски. Само собой сливок и других ингредиентов, например кофе. Казалось бы, такие телесные жидкости будут сводить на нет нормальные биохимические процессы в живом организме. Однако в теле нашего SCP Irish Cream прекрасно выполняет функции заменяемых жидкостей без какого-либо вреда для своего носителя. Ну, кроме постоянной алкогольной интоксикации. Как такое может происходить, ученые фонда так и не смогли объяснить. Хотя к подобной периодической умственной импотенции некоторых сотрудников этой организации мы с вами уже давно привыкли. Он странный. Он очень странный. Видите? Он же иностранец. После того, как фонд поймал ликерного Санту, объекту был присвоен соответствующий номер. И выделена стандартная камера для аномалий, представляющих малую опасность. Хотя опасность, само собой, была, но к этому мы еще вернемся. Мать и уеба! Из-за того, что 1933 плевать хотел на собственную гигиену и не хотел заниматься подобными вопросами самостоятельно, бритье бороды и стрижка волос и ногтей, помывка и смена одежды происходило в полу-насильственном режиме. То есть без его согласия. Камера Санты была довольно неплохо обставлена, а ежедневно ему в обязательном порядке полагался так называемый стандартный набор. Два литра ирландского виски, 25 грамм сахарной пудры, 20 миллилитров рафинированного растительного масла и 500 миллилитров сливок с жирностью не менее 48%. Напиши в комментариях, хотел бы ты тоже так жить. Делез не в свое дело, черт тебя подери. Остальные продукты выдавались по запросу. Среди них могли быть разные травы, посыпки, вкусняшки и, само собой, кофе. Хотя без этих ингредиентов он мог спокойно обойтись. А вот без указанного чуть ранее стандартного набора 1933 выжить был не в состоянии. У меня, блять, обед, ясно? Странным моментом является тот факт, что организм Санты не способен переваривать что-либо, что не является стандартным компонентом айриш-крима. В том числе и ликер, который был приготовлен заранее. Если содержание алкоголя в крови 1933 будет меньше или больше 15-20%, то он начнет испытывать острое недомогание. Че за дела? Чем сильнее цифры будут отличаться от указанных значений, тем хуже он будет себя чувствовать, вплоть до летального исхода. Ну а теперь мы плавно подошли к опасности данного объекта. И проблема заключается как раз в описанных телесных жидкостях ликерного Санта при их употреблении обычным человеком. Если количество выпитого не превышает 25 мл в течение 24 часов, то с вами ничего не случится. Однако при превышении этого количества есть большой риск того, что все телесные жидкости потребившего превратятся в жидкости, схожие по составу с ликером ирландские сливки. Что самое печальное, их наличие в организме 1933 никак не сказывается на его работоспособности. В то время как в организме жертвы они не смогут выполнять функции жидкости, которые они будут заменять. Или, говоря другими словами, несчастного человека будет ожидать смерть. Пока ликерный Санта был на улице, он собирал свои телесные жидкости в бутылке. После чего забирался в жилые дома и размещал их среди подарков. При допросе 1933 упорно заявлял, что всего лишь хотел дарить людям счастье. И отказывался верить, что его жидкости представляют смертельную угрозу для окружающих. Ты видела новенького Санту? Я. Ага. Он там, пьяный. Вот такие дела. Это все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, инстаграм и группу вконтакте. Черт подери. Спасибо и помните, что если к вам в переулке подойдет Санта и предложит сцедить немного ликера, вежливо откажитесь и бегите. Нифига себе, сколько у тебя семей и жильтрест. Да, я скупил в этом банке все, что было, а остальное мне дал парень один в переулочке. Круто. Вообще на халяву. Просто сказал, чтобы я закрыл глаза и высосал семей из какой-то трубки. Продолжение следует.